Музыка Научная школа. Десятки учеников и последователей. Инновации в отечественном образовании, рост международных контактов, фузовской науки, идея создания Казгуграда. Вот лишь та маленькая толика того, что сделал Оскар Закарин для Казахстана. Здравствуйте! Это программа «Казахстан в письмах». И сегодня я вам расскажу о дружбе двух великих людей – Ильяси Амарове и Оскаре Закарине. Вообще, 20-й век был щедр на талантливых казахстанцев, но эти двое занимают особое место в этом ряду. Об Ильясе Амарове я вам уже рассказывал не раз в наших программах. Сегодня мой рассказ об Оскаре Закарине. Оскар Закаревич Закарин. Первый казах, выпускник механико-математического факультета МГУ, 1937 год. А в 1948 году он защитил кандидатскую диссертацию по проблемам высшей геометрии. 1950-1953 годы. Директор Казахского педагогического института имени Абая. 1953-1955 годы. Ректор Казахского государственного университета имени Кирова. 1955-1958 годы. Министр просвещения Казахской ССР. 1958-1961 годы. Заместитель председателя Совета министров и министр иностранных дел Казахской ССР. 1961-1970 годы. Ректор Казахского государственного университета имени Кирова. 1964-1970 годы. Председатель Верховного совета Казахской ССР. Судьба Оскара Закарина чем-то напоминает судьбу Михаила Ломоносова. Такой же мальчишка-сирота попадает из безымянного аула в Москву, поступает в престижнейший вуз, созданный, кстати, тем же Ломоносовым. И не просто так, а на мехмат. Первые годы студенчества стали для него серьезным испытанием. Изыковой барьер, недостаточный уровень базовых знаний делали высшую математику почти недостижимой. Все свое свободное время Оскар сидел над учебниками, а ночью он работал. Ведь Оскар Закарин был сиротой, помощи ждать было неоткуда-то. И, как многие свои однокурсники, он по ночам разгружал вагоны, слесарничал в мастерских, брался за любую работу. Но это все окупалось с лихвой, когда он слушал лекции ведущих московских профессоров. Светил мировой науке, которые научили его самому главному, бескорыстному служению науки, деликатному отношению к духовным ценностям, истинному предназначению человека в науке. Московские профессора сумели разглядеть в трудолюбивом юноше будущее казахстанской науки. И уже потом, будучи великим, он сам будет говорить своим студентам. Математика – это царица наук, она не терпит приблизительности и небрежности. Поэтому ученый-математик должен быть предельно собран и внимателен, чтобы не отступить от истины. Приехав в Алмату, Оскар Закарин сразу же взялся за работу. Несмотря на то, что на дворе был суровый 1937 год, он сумел отделить науку от политики и занялся созданием собственной научной школы. Но беда пришла. Беда пришла не только к нему, но и ко всей стране. Началась Великая Отечественная война. Молодой математик уходит на фронт в составе знаменитой сотой бригады. Он прошел всю войну от Москвы до Бреста и дальше до Кенигсберга. Работал фронтовым корреспондентом в газете. Вот на этом эпизоде я хотел бы остановиться поподробнее. Вы помните, что Оскар Закарин – это блестящий математик. И даже более того, он блестящий специалист в области высшей геометрии. Но на фронте, кроме всего прочего, он проявил себя как и талантливый литератор. Вот что пишет Конопия Ахметов в своем материале «Вспомнить все». Во время совместной работы в Казахском университете, я был тогда первым проректором, я много слышал о Маншук от ректора университета Оскара Закарина, который, кстати, был первым, кто написал о ней в армейской газете. Да, именно так. Оскар Закарин первым познакомил весь мир с подвигом Маншук Маметовой. Его статья была опубликована во фронтовой газете «Вперед на врага». Лишь потом эту эстафету подхватила центральная пресса. Вообще о Маншук было написано много. И книги, и фильмы, и многочисленные статьи, и воспоминания однополчан. Вот как они вспоминали присягу юной Маншук. «Я дочь казахского народа. На фронт пришла добровольно. Клянусь казахскому народу, что рука об руку с русскими, украинцами, белорусами, киргизами, узбеками и другими братьями и сестрами буду беспощадно мстить фашистам за все зверства и злодеяния. Клянусь сражаться до последней капли крови». «Знаете, до этого она служила писарем при штабе, и старшие товарищи как могли оберегали юную девушку. Но упрямая Маншук сама изучила, самостоятельно сама изучила пулемет, сдала экзамен. Затем ее приняли в пулеметный батальон, дали звание сержанта и даже выбрали комсорга. В тот день, 15 октября, она зарещала свои позиции от немецкой пехоты. Защищала до тех пор, пока ее позицию не накрыла артиллерийским огнем. По сути, она вызвала огонь на себя, прикрывая своих товарищей. Само удивительно то, что Маншук не сразу была представлена к званию Героя Советского Союза. Сначала ей дали орден Отечественной войны, но после статьи Закарина и после того, как в часть приехал тогда уже Герой Советского Союза Малик Габдулин, решение было изменено. Будучи представителем Рабоче-Крестьянской Красной Армии, он внимательно изучил наградные документы, приехал в часть, побеседовал со многими однополчанами и сказал, «Маншук достойно звания Героя. Подготовьте материалы, а я доложу высшему руководству РККА, надеюсь, там поддержат». И действительно, примерно через 5 месяцев, 5 марта 1944 года, Маншук Маметова была представлена к высшей награде Советского Союза, званию Героя Советского Союза. Вот такая история. А позже была Великая Победа. Но для Оскара Закарина война этим не закончилась. Он принимал участие в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. За отвагу и мужество был награжден орденом Красной Звезды, медалями за победу над Германией, за победу над Японией. Послевоенные годы были очень сложными для создания новых отраслей в Советском Союзе. И высшее образование, возрождение высшего образования было одной из важнейших задач. В 1950 году Оскар Закарин становится директором Казахского педагогического института имени Абая, а в 1953 году ректором Казгу. Примерно в это же время общение с Ильясом Амаровым переходит в крепкую дружбу. «Дорогой Ильяс, знаю, что больному каждая строка нужна как целебное средство, хотя письмо является только моральным фактором. Я вначале не придавал особого значения твоей болезни, но дальнейшая ее затяжка дает знать о серьезности ее. Надо думать, что дело идет на поправку. Так говорили мне все те, кто справлялся по телефону. Тимир приедет на днях и расскажет тебе о наших делах в университете, которые пока не получают реальных разрешений. Уверен в одном – строить будем. Но когда? Этот вопрос меня больше мучает. Пожалуйста, поправляйся быстрее, а то учиться надо». С прибольшущим приветом, Оскар. Оскар Закарин, будучи ректором единственного в республике университета, как никто другой понимал, как не хватает корпусов, библиотек, кафедр. Может быть, именно тогда и возникла идея создания Казгуграда. Да, конечно, это были 50-е годы, страна еще не пришла в себя после разрушительной войны. Но почему бы не помечтать? Будучи ученым, профессор Закарин в научных спорах всегда поощрял инициативу, умение отстаивать свою точку зрения. Ему было не важно, чья это точка зрения – маститого ученого, либо молодого аспиранта или студента. Он всегда помнил о том, что важно не тот, кто ты в науке, а кто будет работать после тебя. Академик Алексей Тимофеевич Лукьянов так вспоминал свои годы в Казгу. В свое время он поступил на химический факультет и с блеском окончил его. Затем решил поступить на физмат, на математическое отделение. Но под влиянием лекции маститого, московского ученого, решил перейти на физический факультет. Прежний ректор этот переход ему не подписал. Затем ректором стал Оскар Закарин. И вот что произошло. После продолжительной беседы он мне говорит. «Умному человеку и одного диплома хватает, а я добавляю, а дураку и двух мало». Посмотрел он на меня внимательно, рассмеялся. И, ни слова больше не говоря, подписал приказ. Вообще он любил смеяться и заражал своим юмором окружающих. Особенно в его шутках доставалось близким и друзьям. Но они не обижались. «Дорогой Ильяс, только что звонил Тимир. Я ему еще раз пожелал счастливого Нового года, пожелал ему, чтобы его лысина еще ярче освещала, по крайней мере, свой потолок». Как-то в этом году он стал значительно солиднее. И, на мой взгляд, степеннее. Когда он идет по улице в своем новом пальто, то кажется, что мальчика одели в отцовское пальто, поставили на салазки и невидимой веревочкой тянут вперед. Движение рук и ног при походке совершенно незаметно. По крайней мере, незаметно для моих глаз. Я не буду говорить, кто такой Тимир. Это неэтично. Ильяс Амаров, Оскар Закарин. Могли шутить над ним? Я, естественно, не могу. Но зато я хочу вам немножко рассказать о Сахиб. Это супруга Оскара Закарина. Они познакомились в Москве. Она училась в МГУ на биологическом факультете. На последнем курсе они поженились. И уже на родину вернулись красивой, женатой парой. Напомню, Оскар Закарин был блестящим математиком, специалистом высшей геометрии. У него десятки научных трудов, сотни учеников, соратников по всему миру. Но вот что он пишет в своем письме своему другу Ильясу Амарову. И здесь раскрывается совсем по-другому. Дорогой Ильяс, за последнее время увлекаюсь письмами Горького. Читая их, убеждаясь, что действительно он прошел огонь и воду и вышел как талант. Нельзя представить всей горечи его жизни, не прочитав его писем. В одном месте Репина он пишет. «Человек создал Бога». Советую тебе прочитать его письма. Также прочитал письма Чайковского и фон Мекке. Ты убедишься, что это шедевр выражения самых тончайших человеческих чувств. Увы, как много книг, которые мы еще не открывали. Действительно, жизнь в царстве книг облагораживает человека и дает новые силы для работы. Разумеется, я имею в виду сознательное чтение. И еще, совсем коротко, но уже в другом письме. Дорогой Ильяс, сегодня соблюдаю постельный режим. Ко мне пришли друзья, в том числе и Кульяш А. Она читает мне вслух персидские письма Монтескье. Пожалуйста, прочти. Получишь истинное удовольствие. После этих писем я не удивляюсь, что позже его назначат министром просвещения, затем министром иностранных дел, заместителем председателя Совета министров, а затем и председателем Верховного Совета Казахской ССР. И еще, заканчивая, он с детства вынашивал мечту создать студенческий городок. И вот мечта начала сбываться. В предгорьях Алматы нашли великолепное место. Но энтузиазм строителей Казгуграда разбивался каменные аргументы оппонентов. Мол, опасность землетрясения, опасность хода селевых потоков, близость к китайской границе, тогда Советский Союз, у него были напряженные отношения с Китаем. Новая всегда с трудом пробивает свой путь. И группа энтузиастов во главе с Аскаром Закариным пыталась разбить эти аргументы, отметать сомнения пессимистов. Через какое-то время эта мечта сбылась. Студенческий городок вырос. Поднеслись в небо учебные корпуса, были построены общежития, и создан целый студенческий комплекс. Тот комплекс, которым гордится сегодня вся страна. А мы гордимся им, великим человеком, Аскаром Закариным. Ну, на этом у меня все. До свидания. С наступающим вас Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин